Всем привет, друзья! Вот и представлены долгожданные смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. Компания Xiaomi действительно смогла нас удивить. Может быть даже не столько железом, сколько ценниками на данные аппараты. Потому что цена оказалась даже ниже, чем на Redmi Note 7. Ну и как обычно, конкуренты в данном ценовом сегменте, говоря без преувеличений, попросту отсутствуют. Давайте посмотрим эти смартфоны поближе. Начать хотелось бы с комплектации. И здесь стоит сказать о том, что теперь в комплекте идет зарядник с поддержкой Quick Charge 3.0. Соответственно, ничего дополнительно докупать не придется, как в случае с Redmi Note 7, Mi A3 и так далее. И самое интересное то, что Redmi Note 8 Pro, несмотря на процессор Mediatek, также поддерживает быструю зарядку Quick Charge, причем в версии 4.0+. Все дело в том, что производитель установил контроллер заряда от Qualcomm, и это здорово. По внешнему виду, спереди смартфон особых изменений не претерпел. Единственное, что на обычной версии добавили логотип Redmi, чтобы все точно знали, какой у вас смартфон. Я уверен, многим это не понравится. Раньше, наоборот, от этого производителя старались уйти. Слава богу, на Pro версии такого нет. Дисплей на стандартном Redmi Note 8 не поменялся. Это по-прежнему 6,3 дюйма, IPS технология, разрешение Full HD+, Gorilla Glass 5. А вот на Pro версии он стал побольше, 6,53 дюйма. Ну и, соответственно, сканеров отпечатков дисплея нету, они находятся на задней спинке. Само собой, появились всякие новые градиентные расцветки, которыми, наверное, уже в 2019 году никого не удивишь. Радует то, что 3,5-миллиметровый разъем для подключения наушников пока никуда не исчез, и также есть поддержка карт памяти до 256 гигабайт. Но самое главное то, что в Pro версии присутствуют еще и модули NFC, что не может не радовать. В обычном Redmi Note 8 NFC все-таки отсутствует. Также значительно улучшили внешний динамик, он стал еще громче. Поговорим про производительность. Обычная версия Redmi Note 8 получила процессор Snapdragon 665. Как я вам уже рассказывал в предыдущем обзоре на Xiaomi Mi A3, по сути дела разницы с обычным 660-м снэпом практически нет, она минимальная. Что по синтетическим тестам, что на практике она практически не ощущается. Но пускай будет легкий апгрейд, все равно приятно. А вот с Pro версией уже все более интересно и не так однозначно. Она вообще позиционируется как игровой смартфон на процессоре MediaTek Helio G90T, причем стоит еще и продвинутая система охлаждения из двух широких медных пластин. Если смотреть бенчмарки, то набирает 283 тысячи баллов в Antutu, и это даже круче, чем прошлогодние флагманы, такие как, например, Galaxy Note 9 или Huawei P20 Pro. Но синтетика есть синтетика, понятно, что на практике там нагрев, троттлинг и все такое, но, ребят, я считаю, что как бы все не хейтили MediaTek все-таки за 13 тысяч рублей. Мне кажется, это самое лучшее решение по цене-качеству, потому что все-таки процессоры от Qualcomm, они стоят дороже значительно. Если не согласны, пишите в комментариях, ну а мы едем дальше. Что касается памяти, то у каждой модификации будет по три версии. Redmi Note 8 4.64, 6.64 и 6.128, Redmi Note 8 Pro 6.64, 6.128 и 8.128. И, ребят, обратите внимание на цены. Redmi Note 8 в самой минимальной комплектации будет стоить у нас, ну где-то, наверное, в районе 10 тысяч рублей, когда уже цена снизится. Это, по сути, ценник на уровне обычного Redmi 7. Ну и прошка, собственно говоря, очень радует. Она в базовой версии, также в районе 13 тысяч рублей. Это очень-очень доступная цена. В этом плане Xiaomi прям молодцы. Ну еще хочется сказать про автономность смартфонов. В принципе, Redmi Note 8 получит уже стандартный аккумулятор на 4000 мАч, который, в общем-то, уже давным-давно ставят на Redmi. Здесь уверенные полные сутки работы. А вот Redmi Note 8 Pro получит аккумулятор на 4500 мАч. Но здесь тоже не стоит особых рекордов ждать по автономности, потому что все равно дисплеи больше, процессор Mediatek больше энергии потребляет. Поэтому, опять же, полные сутки на какие-то два дня, конечно, рассчитывать не стоит. Но за исключением тех случаев, когда вы пользуетесь смартфоном очень мало. Ну и нам с вами осталось поговорить про камеры. И здесь основное новшество заключается, что теперь у каждого смартфона по 4 камеры. И если говорить про Redmi Note 8 обычный, то у него основной модуль слегка улучшенный, также на 48 мегапикселей остался. Появился, само собой, широкоугольный модуль и 2-мегапиксельный еще датчик для макросъемки. Он, конечно, не для художественных фотографий, это понятно. Но очень часто бывает ситуация, когда нужно сфоткать что-то со расстояния 2-3 см, кому-то показать. И в этом случае это действительно очень удобно. Потому что на дешевых смартфонах это обычно сделать не получается. Приходится делать кроп и фоткать издалека. У Redmi Note 8 Pro также стоит 4 камеры. Но они как-то странно расположены. Вместо 4-й камеры сканер отпечатков пальцев, а сама камера смещена вбок. Но самое интересное, что здесь основной модуль на 64 мегапикселя. Это вообще первый смартфон с такой камерой. Но я думаю, что все равно это как бы все маркетинг. Потому что даже камеры с режимом 48 мегапикселей делают фотографии, ну, такие же примерно, как и на 12. Но фотка при этом весит несколько раз больше. А режим 64 мегапикселя вы тоже вряд ли будете использовать. Потому что фотографии будут весить просто нереально. А качество, в общем-то, скорее всего, будет такое же, как и на 12. Ну, потому что физический размер матрицы-то остался маленький все равно. Вот такие вот получились смартфоны, друзья. Мне лично все очень понравилось. Смартфоны просто огонь. Даже несмотря на какие-то спорные моменты, цена тут просто все перекрывает. Пишите в комментариях, собственно, что вы думаете о новинках. Какие у вас впечатления от этих смартфонов. Будете ли вы их себе покупать. Ну, а с вами был Future Time. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok That's good.